Добрый вечер! Также СМС-сервис 90-20, начале ТВК, пробелы, далее ваш текст. Если у вас есть мнения, пожелания и претензии, пишите, звоните, будем обсуждать вместе с гостем. Ну а прямо сейчас по традиции смотрим короткий фрагмент проверки Юлия Мавшевича, который вышел в эфир накануне. Смотрим. Первый этаж не работает? На первом этаже свет, но ряд не работает. На тот минут 13 примите, пожалуйста, заявку. Вы совершенно позвонили, это военный городок. Посмотрите, пожалуйста, последнюю заявку на тот... Я ничего вам не буду, мне вот начальник скажет посмотреть, я буду, я с вами напрямую работать не буду. Я подавала заявку, посмотрите, пожалуйста, есть ли там моя заявка. Муниципальная управляющая компания закладывает мытье окон в тариф, и здесь они действительно чистые. Я, по-моему, первый подъезд вижу, где чистые окна. Во-первых, они там у нас хоть как-то наладили канализацию. Там мы задыхались, вот я лично живу на четвертом этаже, мы задыхались на четвертом этаже. Вот эти ультурные, они нафиг не нужны были, они деньги впулили, и все. Учитывая тот факт, что мы работаем с людьми, угодить 100% собственников, это, ну, как бы, очень сложно, да. А если бы у вас по управлению только с одного дома, как в некоторых других домах, было бы 150 тысяч, а того и 600 есть такие дома. Вы бы как бы жили бы? Лучше бы жили бы на эти деньги? Мы бы, может быть, жили бы и лучше, но просто вопрос в том, а как осуществлять обслуживание и текущий ремонт? Если просто взять и заложить все на статью управления, то о таком качестве может идти речь. Сергей Анатольевич, вопрос, который у меня возник, когда накануне я посмотрел эту проверку управляющих компаний. Что вы такого сделали, что вы умудрились первым из всех управляющих компаний проверку пройти? Кстати, лампочка загорелась в том подъезде? В 15 часов 20 минут. Сегодня или вчера? 2 ноября, в день, когда приезжали. Когда приезжали проверки? Я не знаю, мы по традиции спрашиваем наших гостей, что вы думаете по поводу проверки, согласны ли с ее итогами. И уж по традиции отвечайте. В принципе, в большинстве вопросов, да, я могу согласиться с вами. Единственное, что вот последние три пункта, где вы поставили минусы, да, то есть это состояние дома, это неплатежи и текущий ремонт. То есть я сразу могу сказать, что касаемо текущего ремонта, тут я с вами не соглашусь. Мы с первого дня тогда, когда приняли этот дом в управление, уже приступили к работам. В 15-м году у нас был утвержденный план, мы его выполнили. И на 16-й год мы уже согласовали и утвердили план, который мы будем реализовывать буквально с наступлением положительных температур. Ну и безусловно, те работы, которые мы ежедневно выполняем по содержанию живого фонда, они выполняются. То есть мы работаем в рамках тех средств, которые на сегодняшний день у нас рассчитаны тарифом и которые мы собираем с населением. И же правильно понимаю, что у вас тариф ниже, чем у остальных управляющих компаний? У нас тариф индивидуальный по каждому дому. То есть мы по каждому дому с нашими собственниками, прежде чем подписываем договор управления, мы согласовываем тариф. То есть у нас, сказать он меньше, где-то есть действительно по сравнению с таким же аналогичным 10-этажным, например, домом, где средний тариф 2,4-17. У нас наш первый дом, это высотная 4, а у него тариф 17,94. Ну и прямо сейчас, по традиции, предлагаю послушать вопрос от Юлии Мавшевича. Слушаем. За год работы муниципально-управляющая компания поменяла три руководителя. Все это делается без огласки. А где же принцип открытости перед людьми? И с чем это связано? Ну да, мы подняли информацию, что первый руководитель был Олег Трофимов, он начитался о значительных убытках и ушел в отставку. Затем был Павел Михеев, был назначен в минувшем декабре. К нему тоже, как говорят, были вопросы, а потом оказались вы. Куда делись ваши два предшественника? Почему так быстро меняются руководители в муниципально-управляющей компании? Ну, наверное, будет неправильно, если я буду давать оценку работы руководителей. Есть у нас учредитель, который принимает подобного рода решения. И я был принят на работу весной этого года в качестве исполнительного директора. То есть моя была основная цель выполнять, настроить техническую работу, определить те моменты, которые имеются слабые, и давать не оценку о их работе, ну, наверное, будет не совсем корректно. А где вы до этого работали, подскажите? До этого я работал в структуре ГУК Жилфонд. А, то есть вы из Жилфонда перешли в муниципальную управляющую компанию? Мне предложили, я согласился. Скажите, пожалуйста, еще вопрос, который не может не волновать. По данным Красноярского филиала компании СГК, вы занимаете 11 место в списке неплательщиков. Ваш общий долг почти 2 миллиона рублей. Хочу отметить, что с компанией СГК у нас осуществляется прямой платеж. То есть, что это значит? Это значит, что квитанция у жителей приходит две штуки. Одна из них – это за тепло и горячую воду, вторая – за остальные услуги. И эта сумма равна той сумме, которая фактически не была собрана с собственников за данную услугу. Эти деньги напрямую поступают тогда, когда человек оплачивает услугу. Эти деньги напрямую поступают на счет ресурсов нашей организации. Просто не получится, что произойдет то же самое, что с Жилфондом, что они попытаются вас обанкротить, а потом присоединят к себе. На сегодняшний день для того, чтобы это на самом деле является бичом, наверное, сегодня. Одной из проблем работы управляющей компании – это задолженность. Это, в принципе, взять любую управляющую компанию, рассмотреть, везде есть неплатежи. Мы, безусловно, с этим работаем, ведем претензионную работу, устную, то есть, вплоть до того, что мы вот в декабре этого года планируем, конечно, не совсем популярные, но, возможно, прибегнем к таким мерам, как ограничение услуги водоотведения, особо крупным должникам. Давайте мы перейдем к вопросам наших телезрителей. У нас есть первые телефонные звонки. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста, да. Ну, вопрос у меня тоже был такой, есть ли у муниципальной УК Красноярска есть долги перед генерирующей компанией? Ну, давайте, если послушать, давайте мы попытаемся расширить тогда вопрос, есть ли у вас долги перед другими организациями, перед Красноярской энергосбытом, перед Краскомом, кто там еще? Да, есть долги у нас на сегодняшний день. Они также связаны с тем, что платежная дисциплина, к сожалению, не совсем у нас оставляет желать лучшего. И вот я уже повторюсь к тому, что мы за этот год, начиная со второго квартала того года, увеличили процент сбора оплаты за жилищно-коммунальные услуги в 66% до 87% на сегодняшний день. И будем стремиться дальше эту работу проводить и поднимать финансовый результат сбора. Хорошо, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Крупская 28А пришла к вам теперь? Да. Этот дом в управлении у нас находится с 1 октября этого года. И что, как вам с 1 октября в муниципальной управляющей компании? Так вот нету квитанции за портплату. Ну, я говорю, к сожалению, да. На сегодняшний день у нас с прежней управляющей компанией есть некоторые неурядицы, которые связаны с тем, что компанией проводится повторное собрание. Мы на сегодняшний день, у нас жители организовались и провели очередное собрание. Все документы необходимые мы направили в надзорные органы, для того, чтобы там поставили законную оценку всех тех действий, которые совершают собственники и которые совершают представители прежней управляющей компании. Я надеюсь, что этот вопрос разрешится в ближайшее время. То есть пока такой период воевластия там? Ну, на самом деле мы выполняем тем, все необходимые работы уже с 1 октября, все регламентные работы, все необходимые работы выполняются. Коротко, два СМС-сообщения. Перешли в управляющую компанию с 1 марта нынешнего года. Не жалеем, нужно было раньше бежать. Или еще дом, Крупская 28А, два месяца обслуживает муниципальная компания. В доме наконец появилась настоящая горячая вода, стало тепло, а во дворе и на лестничных площадках светло, пишут наши телезрители. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Это Свердловская, 13, Ирина Владимировна Ефремова. Хочу сравнительный анализ сделать муниципальной управляющей компании, в отличие вот от нашей прежней компании Жилкомцентр. Если у Жилкомцентра и всех остальных жилфондовских компаний была основная задача нажиться на жильцах, то у муниципальной управляющей компании стоит задача по доступным тарифам как следует обслужить. И у нас, по крайней мере, сейчас все это есть. Тарифы у нас ниже, процент на обслуживание значительно ниже на 20-30%. В принципе, мы довольны и рады, что ушли от Жилкомцентра и сейчас находимся в муниципальной управляющей компании. У нас появилась возможность все наши деньги, которые поступают на счет дома, использовать на благоустройство и текущий ремонт. Слушайте, ну, Сергей Анатольевич, ну не бывает так. Ну вот сколько управляющих компаний проверил Юлия Мавшевич, сколько жалоб каждый раз на управляющие компании, но не бывает так, чтобы были только положительные отзывы. Юлия Мавшевич, ну я же не могу построить сюда... Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Вы муниципальная структура, у вас учредитель, это городские власти. Администрация города. Скажите, пожалуйста, вот по итогам года, если у вас есть убытки, кто несет ответственность по убыткам? Из бюджета что-то платится или не платит? Нет, ни в коем случае. Мы отдельное хозяйствующее предприятие, которое имеет свою ответственность, имеет свои виды деятельности. Безусловно, в этом году, в марте месяце был утвержден план финансового оздоровления предприятия, который на сегодняшний день реализуется. Ни в коем случае в этом не будет заключаться использование денежных средств с населения. Это путем оказания дополнительных услуг предприятий, которые мы оказываем, услуги спецтехники, услуги по вывозу мусора на территории, где мы находимся, базируемся в железнодорожном районе, а также сдачу свободных площадей, которые на сегодняшний день нам, так скажем, не совсем нужны, сдачу их в аренду и получение дополнительного дохода. То есть ни в коем случае не привлекается средство жителей. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый день. Добрый вечер. Вы меня слышите? Да, слушаем. Говорите. Ленина 133. Председатель Совета Дома. Илья, почему вы не верите, что управляющая компания наша муниципальная может работать действительно очень качественно? Почему вы не верите? Я хочу верить. Я больше года уже в этой управляющей компании мы перешли в этот дом. Мы можем сказать только положительное. Одно отношение чего стоит. Вы понимаете, к нам как к людям относятся. Наконец-то. Нам все выполняют. Мы можем только радиться, чтобы мы перешли в эту компанию. Спасибо вам большое за ваш звонок. Но я все пытаюсь найти и все жду, когда хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь напишет с каким-нибудь каверзным вопросом. Никто не пишет и не звонит, хотя смотрят нас достаточно людей. Но скажите, я правильно понимаю, что вот то качество, которое вы можете обеспечивать жильцам, оно во многом связано с тем, что у вас мало домов на обслуживании. И что если бы домов было больше, как у того же жилфонда, который мы упоминали, как у других управляющих компаний, то качество было бы ниже. Вы знаете, наверное, все-таки это связано не с обслуживанием жилья. Безусловно, там 10 миллионов или 5 миллионов квадратных метров – это огромные цифры. Ну, я не сравниваю ни в коем случае с жилфоном и так далее. Самое главное – это правильно организовать работу, правильно распределить людей, поставить им задачи, определить их приоритеты. И, ну, наверное, самое важное для руководителя и для руководителей структурных подразделений все-таки контролировать работу своих исполнителей. То же самое, что взять диспетчерский участок. Я периодически сам звоню на участок, представляюсь. Конечно, голос меня знает, бывает, и меняю и так далее. То есть спрашиваю, как представляется. То есть важно, чтобы человек представился, представился откуда он, что он. То есть либо это участок, либо это приемная муниципальная компания. То есть именно плотный контакт с населением, в том числе и мы находимся и на сотовых телефонах с нашими председателями для того, чтобы оперативно решать вопросы. То есть, ну, припринимаются все необходимые меры для того, чтобы вот обеспечить те постулаты, которые перед нами поставлены учредителям. Ну и пишет, что да, что в случае аварии вы очень оперативно реагируете, аварийная служба у вас работает хорошо. А скажите, я же, вот мы с вами общались до эфира, на Кутузово и на Свердловской у вас два жилых дома, а база находится на левом берегу. Насколько оперативно аварийная служба может добраться до этих правил бережных домов? Дело в том, что, Илья, то, что касается права берега, у нас заключены договоры с организациями, которые непосредственно базируются на правом берегу, для того, чтобы они оперативно могли выехать, принять все необходимые меры для устранения тех ситуаций, которые есть. То есть работаем на тех районах, выбираем лучше, выбираем по лучше цене, согласовываем с жителями и заключаем договор. Что ж, спасибо большое, Сергей Анатольевич, за то, что пришли в наш эфир и отвечали на наши вопросы. Вот так неожиданно завершилась очередная серия проекта «Проверка». Мы проверяли муниципальную управляющую компанию проекта после проверки. Управляющая компания прошла проверку. И, что самое удивительное, я надеюсь, что вы мне сейчас поверите, за время этого эфира на мне поступило ни одного звонка с негативным отзывом о работе этой управляющей компании и ни одной негативной смс-сообщения. Главное, чтобы и дальше так продолжалось. Мы увидимся с вами в проекте после проверки ровно через неделю.